Приятно. У нас в гостях Ирина. Ирина, когда вы родились? 29 августа, 79 год. Время? 10 град. Место? Алтайский край, город Бийск. Город Бийск. Так, замечательно. Ирина, какой у вас вопрос, пожалуйста? У меня вопрос. На долгое время личная жизнь не складывалась, через вот в отношениях... Кто вам по знаку это сделал? Рак. Так. Ой, рак. Замужен на него не... Брат на кнопку. Да, да. Но я уже вышел замуж. За него? Да. Есть конфликты? Есть. Кричите? Не кричим, но отношения сложные. Ну, пробка. Нет, не кричим. А прям зачем? Шепчите? Выясняем отношения регулярно. Ну, да. Ну, без крик. Да. Ну, значит, слова не обидные. Когда кричат, там хоть слова не обидные, а когда тихо оскорбляют друг друга, тогда слова обидные произносят. Ну, брак на кнопках классический. Ваш вопрос. А что значит, брак на кнопках? Ой, это надо прибыть на школу, тогда мы это поймем. Это конфликтный тип брака. Если бы вы пришли к нам до того, как решили выйти замуж, и сказали, вот такой вот у меня есть человек, думаю, выходить или нет, мы бы вам сказали, Ирина, лучше официально выходить замуж, потому что конфликтов будет неизвестен. Теперь вопрос. Зайдет у меня вопрос с этим связаном, что я сомневаюсь в этих отношениях, что может быть Эмор, возможно, в любви или нет. У нас враги насилились, да. Сатурнами царь угрожала его зарезать. Да, да. Да, угрожала, да, так будет написано в полицейском протоколе. Веганы и цебега лучше всего жить одной. А одной. Не то, чтобы стать монашкой, а, да, или так называемый, вы правы, гостевой брак. Это ваша модель. Ну, и нечем вас... Он, конечно, интересный человек. И красавец какой-то. Человек, что-то. И ректор. Ну, не ректор, но стремится к этому. Но замдиректора. Ну, собственно, в соединении с Фигерой, вы же знаете, что женщина на таком соединении за сантехника электрика никогда замуж не выйдет. А только за директора этого предприятия. Поэтому... Нет, я вижу, что он вернулся, но, думаю, он не на поле. Да, да, думайте, думайте. Пожалуйста, удачи, выходите. Желаем удачи. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, когда вы родились? 20, 26, 40. Ой, как хорошо. Это, я так понимаю, время. А дата? А, 21 июля. 21 июля, 80-й. Дальше время? 20, 26. 14. И место? Подольск. Подольск. Замечательно. Замечательно. Пожалуйста, какой у вас вопрос, Татьяна? Вечная жизнь и работа. Давайте, что это не важнее. Вы же девушка умная, или нет? Или нет. Национарный мир будет. Вы замужем или нет? Вот наша... 38 лет. Татьяна, и не были никогда замужем? А в прошлом году судьба как-то не шарахнула. Не было каких-то больших неприятностей, каких-то потерь серьезных. Что-то вы потеряли, что болело. Не было ничего такого? С работой были, правда. Ну, а как вы делаете? Или инспектора еще ждут. Или нам надо срочно ему позвонить и сказать, завтра берешь паспору, авторучку, встречаемся у дверей Грибоедовского здания. Девять. Подаем заявление. Потому что идеальная жена будет. Идеальная жена. Правильно, ну, какой бы вы ни будьте знали. Северный узел в седьмом доме надо за ушкой ходить. Есть возможность? Как? Вот этот, вы сказали, встретили? Он не жена? А потом в разводе? Прекрасно. Подолеет. Чудесно. И по солнцу нам подходит. И по типу брака. А нельзя как-то хотя бы съехаться, ну, так сказать, хотя бы начать жить гражданским браком? Ну, хоть инспекторов обманем таким способом. Скажем, вот, смотрите, мы почти муж обещал заживить. Киеве же. А как же любовь тогда? Любовь. Ну, Москва, Киеве. А вы к ним будете? Нет, я хотела, но... Сказал, что нет. Ну, вообще, как-то не клеится у нас и Киев, и сказал, что нет. Значит, надо срочно разместиться в брачном агентстве. Ну, таком, где за день, где, ну, как бы, серьезно, и данные, и конфиденциальные. Не было у вас такой мысли? Ну, и лишь бы кто. Сегодня мы будем делать. У вас? Не-не, не надо. Вот это сайт знакомств, это наивиск. Все ремонтуры, на кого-то. А по факту, по этому, надо за деньг, за деньг, и не там, где это все вывалено в интернет на всеобщее обозрение, а те закрытые, как сказать, базы и каналы, обозрения. Не факт, что это удаст какой-то результат, но попасть под узел! Не дай бог. Не хочет? Не хочет. А что с работой им? Сейчас есть работа, но соседей. Моление, движимость, и... Да, это не ваш, пустой, четвертый дом, дальше, Затурн, в седьмом. И... Не знаю, что да. А вы кем работаете? Реерка? Нет, я вам понятия, а чем он посидит? Агентство. Нет, я понимаю, полцентра, агентство. Ну, так, ну, это третий. Нет, стоп, это не четвертый дом, надо сказать. Руководитель полцентра, почему шестой? Третий. На телефоне. А там херон в телесе. Нет, ну, нет, пока никто. Пока работает. Вы сами звонки, вы просто как работники, вы слушаете, что они там говорят? Им звонят, говорят, о чем 5-комнатную квартиру в центре Москвы? Что они отвечают? Переводят на нас на специалиста. Они скажут, ваш звонок очень важный. Да. А ваше желание иметь 5-комнатную квартиру в центре Москвы еще более важно. Переводим вас на специалиста. А что отвечает специалист? Или это уже не важно? А это не в ее компетенции. Она следит, чтобы главное вовремя не упустили клиента и перевели на специалиста. Ну, это мы так шутим, конечно. Ну, а до этого вы кем работали? Больших праздников? Олимпийский Венера в 5-м году. А почему перестали этим заниматься? Ну, а до этого, чем до игры? Нормально в 8-м доме. Вот спорт хорошо. А в спорт никак нельзя? Ничего. Пока нет. Ну, пробовать. Стоит пробовать в Венере в 5-м доме, стоит пробовать вернуться в спорт. А пока все так, сколько аспектов у тебя, карта прямо вся сквачена линией. И зеленый. Ну, у нас в 9-м доме, в Венере в 5-м доме, в Венере в 5-м доме. 75% безбрачия. Ну и что? Нужно пока продолжать работать в полцентре. Ну, надо же работать. Если бы не было безбрачия, надо 5 раз. Нельзя же в неделе работать. Полный седьмой дом. Ну, я понимаю, что хочется просить, но управитель 2-го в 11-м. Вам только друзья могут помочь. Крест. Совсем надо. Все в спорте. Тихо. Вообще, по-другому. А в спорте остались друзья? Вот там, в этих олимпийских делах. Ну, вот надо через них как-то, может быть, пытаться куда-то. А пока-пока на данном этапе работает там, где вы работаете. И срочно отдайте свои данные. Выходите, пожалуйста. Да, выходите. Да. Варвара. Варвара. У нас Варвара пропустила вперед всех. Варвара, когда вы родились? 31-го, 08-го, 89-го. Время? 06-00, наверное. 6 утра, место. Ваш вопрос? Мой вопрос такой. У меня 24 назад заболела левая стопа. Лев или лев? Леви астрологи считают, что лев. Спорный вопрос. А, это реально кальция характера. Это солнце на асценденте так себя может быть. Нет, это дело. Все, у кого солнце на асценденте, даже в рыбах смахивают на льду. Я понимаю, но... Ну, внешне дело. Да, внешне больше за делу. Ну, только внешне. Да, она боевая, у нее солнце. Да, дымание. Она сын. И не геката, она геката. У первого зона. Еще и на Марс. Она геката. Так, про поводу стопы давайте. Да, года 4 назад у меня завалила стопа. И очень странным образом. И никто не может понять. Левая стопа, управитель 6-го, Сатурн, в 5-м. После любви, что ли? По любви. А, ну, вообще, там была одна ситуация, но я не знаю, как это за тапи. Любовная. Но там их было несколько. Да, просто, ну, вопрос, какая из них повредила стопу. Останется открытым, но управитель 6-го, 5-го. Наверное, надо с ними не общаться. Я не с ними общаюсь. Правильно. Разумеется. Стопа просто, да, теряет возможность. Спортивный клуб 100%. Кстати, и вы так спортивно выглядите. Вы занимаетесь? Да, я не знаю. Сильно занимаюсь. Ну, по сколько часов занимаюсь? По два максимума. Всего два часа занимаюсь. А спорт, клуб, хорошенький. Спорт-центр. Фитнес-индустрия. А оттуда стресс-спорт. Но не уходите, пока не найдете друг друга. Да, да. Не уходите. И прогрессивная луна нам сейчас подскажет. Вы не замуж? Уже нет, но были? А сколько брак? Уран на тест-19 и не в тур. Сколько брак просуществовал? Три года. Три года. А причиной не измена была? Нет. А что? Ой, была молодая, как мне не сошлись характерами. Стандартная правда. Не приняла. Не знала, что не буду. Не хочу, не мое. Да. А не хочу, не мое. Луна на Альдебаране. Раз. Близнеца в 12-м доме уже 100%. Два Венера еще в 6-м доме. Там 125% луна на Альдебаране. Мы должны посоветовать нашей гости. Больше к официальному браку не стремитесь. Встретите человека, полюбите его, будьте с ним, но в ЗАГС не ходите. Потому что кончится... Сейчас я в отношениях уже 8 лет. То есть менее стремиться. Не стремиться. Луна по четвертому трудноватому сейчас найти работу. Кто вам по знаку за диагноз? Лев. Он Лев. Хорошая пара. Хорошая пара. Лев, она дева. Хорошая пара. Лев этот не жена? Был. Сейчас нет. Сейчас нет. Он не хочет жениться? Хочет. Ну это всегда так. Когда он хочет, ей не надо. Она хочет, он ни за что. Ну а так, нельзя без брака? Или он прям... Нет. Ему как раз комфортно. Ну как-то аккуратненько так. Отложите это на поток. Да, он вам подходит. Так что вы можете жить хорошо, гармонично. У меня еще один вопрос. Последний. Последний, да. Повлияло ли как он может жить на то, что я поменяла фамилию? То есть взяла вообще фамилию маминого бегого мужа? Это нумерология. Так, давайте быстренько посмотрим. Коллеги, еще буквально одну минуту вашего внимания, и я вас отпущу. Еще раз дату рождения назовем. 27.08.1986. Так, далее. Не знаю, пользуетесь вы нумерологией? Конечно, пользуюсь. Осинастрей. Так что флешку, кто пользуетесь, приносите на обновление. Так, давайте прежнюю фамилию. Пильчук Марина. Пи-ны-чук? Пи-л-л. А, пи, мягкий знак? Пиль-чук. Марина Михайловна. Михайловна. Это как вы были? Да, да, да. Так, рассчитать. Неплохое совпадение. Теперь кем вы стали? Тихомирова. Тихомирова. Марина Михайловна. Лоха. Ошибка. Фамилия может препятствовать успеху человека. Марина, возвращайтесь на Пильчук. Если не на что больше вернуться. Или можно подбирать еще более лучшие варианты. Больше не хотите? Ничем как фамилия жениха. Нельзя. Как это они не будут? Он тогда точно, если она его подбирает, он скажет, как это, ты фамилию мою хочешь взять, а за мне не хочешь, он заподозрит ее в нехорошем. Нет, его в это нельзя вмешивать. Согласны, Катя? Да. Мы еще питаем. Тогда пошли в ЗАГС, там официально сменишь фамилию. Возвращайтесь срочно на Пильчук. Вот не зря ваши сомнения. А откуда сомнения, что фамилия начала? ЗАГС. ЗАГС. Сомнения в этом ЗАГСе возникли? Ну, вообще, начало сомнения. ЗАГС. 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 Могло. Меняйте. И если все это интересно само изучить, 1 марта у нас начинается новый курс.